Здравствуйте! В эфире программа в контексте, программа в которой мы говорим о самых главных событиях международной повестки дня за прошедшую неделю. В студии Руслан Сулейманов. Сегодня мы работаем в прямом эфире. Катар и Египет пригрозили лидерам радикального палестинского движения Хамас заморозить их активы и выслать из Дохи, если те не согласятся на предложение о прекращении огня в секторе газа. Об этом сообщила в субботу газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По их словам, посредники выступили с такой угрозой по указанию администрации президента США Джо Байдена, которая ищет способ уговорить Хамас заключить соглашение. Как отмечает издание, данная сделка, цитата, нужна президенту в условиях политического водоворота вокруг войны. При этом Wall Street Journal указывает, что такие угрозы имели противоположный желаемому эффект. Палестинское движение заявило, что не согласится на сделку, которая не соответствует их условиям. О текущей ситуации вокруг сектора газа мы побеседуем с политологом, специалистом по Ближнему Востоку Дмитрием Бридже. Дмитрий, здравствуйте, рад вас приветствовать. Здравствуйте, спасибо большое за приглашение на ваш телеканал. Итак, давайте рассмотрим вот эту ситуацию вокруг очередной попытки давления на Хамас. Как правило, те утечки, которые мы находим на страницах американской прессы, они близки к правде. На ваш взгляд, возможно ли оказать давление сегодня на Хамас, даже со стороны ключевых посредников, таких как Катар и Египет, с тем, чтобы заставить палестинское движение пойти на сделку? Конечно же, движение Хамас понимает очень хорошо, что продолжение наземной операции израильской армии будет влиять очень негативно на ситуацию в регионе, и также и на граждан, на палестинцев, которые живут на территории сектора газа, которые погибают каждый день. Это, конечно же, продолжающая война, которая не может привести ни к чему. То есть в итоге мы пока что не видим никакого решения. Да, попытки Египта, попытки Ордании и Катара решить этот конфликт не привело тоже ни к чему. В итоге мы пока видим, что Хамас не соглашается идти на переговоры с израильской стороной, освободить заложников. Мы только видим, что Израиль старает убить заложников самостоятельно. Конечно же, из-за этого у правительства Бенемина Анатониафона, ну и как у Бенемина Анатониафона, есть проблемы внутри Израиля, мы видим протесты, которые происходят каждый день в Израиле против Бенемина Анатониафона, против Бенгвира, и против продолжения наземной операции на территории сектора газа, потому что многие израильтяне считают, что до этого могут погибнуть те заложники, которые находятся на территории сектора газа. И, конечно же, Хамас понимает это очень хорошо. Они понимают, что продолжение наземной операции будет видоизменять даже восток. Они ждут какого-то определенного момента и выгодных условий для себя, чтобы пойти на переговоры, чтобы согласиться с израильской стороной. И эти процессы, конечно, связаны с одной стороны, и с теми протестами, которые происходят и на территории Европейского Союза, и в Соединенных Штатах Америки, которые используются как метод давления по отношению к европейской политике и в политике Соединенных Штатах Америки, которая поддерживает израильскую сторону, ну и те же самые республиканцы, которые поддерживают политику Бенемина Анатониафона по поводу наземной операции и по поводу ликвидации Хабаров. И Хабаров это очень хорошо понимает, что их задача максимально затянуть время на какой-то период времени и чтобы были выгодные условия для переговоров, для того, чтобы и Израиль пошел на уступки, чтобы Израиль с Карма покинул территорию сектора Газы, чтобы они освободились от также тех заключенных, которые находятся на территории Израиля, и палестинцев, которые Израиль отправил в тюрьмы из-за обвинения в том, что они связаны с Хамасом, из-за того, что они угрожают национальной безопасности Израиля. И это все, конечно, продолжающий конфликт, который не будет просто решить. Только те страны, которые сейчас активно занимаются этим, как Египет, Катар, они смогут этот конфликт решить. Это именно те страны, которые независимо имеют отношение и с Израильской стороной, и с Хамасом. Но, конечно же, многие арабские страны, как Катар, Египет, Ордания, они стали понимать, что с Хамасом сложно идти на переговоры, с Хамасом сложно идти на диалог, чтобы... Ну, они согласились. Это будет непростая задача, и поэтому они начали входит в метод давления. Мы видим, как Катар старается уговорить Хамас, И даже постоянно мы видим в СМИ, как обсуждается тема, что Катар требует от Хамаса покинуть свою территорию страны. И у них остается выбор, либо перейти в Верданию, и там, чтобы был штаб Хамаса, про чистого крыла, либо искать другую страну. Но не будем забывать о том, что Хамас структура не единая. Как вы считаете, будет ли это препятствием при попытках оказать давление на палестинское движение? Если, скажем, политические руководители в Катаре считаются более сговорчивыми, то Яхья Синвар, находящийся непосредственно в секторе газа, может стоять на своем до последнего и не соглашаться ни с чем. Как вы считаете, это по-прежнему актуально? Или даже те лидеры хамасовцев, которые находятся в секторе газа, уже несколько пересматриваются в оппозицию? Мне кажется, некоторые уже начинают пересматривать, именно политическое крыло. Но те, которые находятся на территории сектора газа, они понимают, что будет два выбора. Либо умереть, либо до конца бороться. И это к чему-то может привести в итоге. Мы видим пока что у израильского правительства тоже много проблем. И на международной арене, где мы видим, что все больше и больше стран признают Палестину как суверенное государство. И хотят, чтобы существовала Палестина как государство в целом. И это тоже определенный фактор, который будет влиять на Израиль. Это медленный фактор, который меняет мировую политику по отношению к Израилю. Меняет отношения многих стран. И страны Европейского союза, и стран Персидского залива, которые даже некоторые думали подписать авраамический договор с израильской стороны. Как-то привлечь Саудов к Аравии, которая все равно требует, чтобы существовала государство Палестина. Чтобы у палестинцев были какие-то гарантии со стороны международного сообщества. И чтобы можно было защитить мирное население. Без этих требований, конечно же, Саудов к Аравии не пойдет на переговоры с израильской стороной. И не подпишет никакой мирный договор с израильской стороной. И это, конечно, будет являться большой проблемой для Минина Таняфа. Потому что если с Саудовской Аравией пойдут на переговоры, согласиться с израильской стороной, то израилю это будет выгодно. В принципе, стабилизировать отношения свои с синистскими странами. Потому что мы видим, что Иран все равно пока что продолжает политику. И помогает своим проектам и в Иване, и в Сирии, и в Ираке. И это означает, что если Израиль пойдет на уступки и решит как-то проблему с связанным с секторой Газой, пойдет на уступки и будет признавать существование государства Палестины. Будут какие-то переговоры, будут также и почистить изменения у самих палестинцев, будут переговоры между Хамасом и Патком. Тогда можно этот конфликт решить. Потому что основа всех конфликтов про территорию Ближного Востока это израильско-палестинский конфликт. У Ирана не будет повода даже, чтобы помогать своим проектам. Физбалла не сможет существовать без израильско-палестинского конфликта. Иракское ополчение также не сможет существовать без израильско-палестинского конфликта. Это основа всех конфликтов на территории Ближного Востока. Это даже повод Ирану иметь какое-то влияние на соседние страны. И это все, конечно, будет зависеть от дальнейших действий также администрации Жоу Байдена. Которые понимают, что если они будут поддерживать Израиль, то они могут потерять часть электората. Которые являются мусульманами, которые являются арабами. И для них это тоже невыгодно. Поэтому они тоже будут давить на израильскую сторону. И также и на Хамас, чтобы они пошли переговоры. Продолжение этого конфликта, этой войны. Тут неравные силы. Хамас не является армией. Это просто группировка, которая создает оружие, ракеты в полевом положении. И израильская армия имеет полную поддержку со стороны Соединенных Штатов Америки, со стороны Европейского Союза. И тут неравные условия для того, чтобы эта война была называть ее войной. То есть это все-таки не совсем война. Это в прямом смысле. Это, можно сказать, определенная такая вот эскалация, где нету разных сил. Все-таки Хамас не сравнить израильской армии, у которой есть самолеты, современные технологии, которые используют даже искусственный интеллект для того, чтобы находить цели атаковать их, цели Хамаса, ну, точнее, цели группировки Кастам и остальных других группировок, группировок, которые находятся на территории сектора Америки. Поэтому это, конечно же, не война, где мы видим две армии. Тут есть определенная группировка, которая использует самое простое оружие, ну и израильская армия, которая в районе техника, танки, самолеты, ракеты, ну и, конечно, поддержка большинства западных стран. Дмитрий, вы упомянули об администрации Джо Байдена. 31 мая американский лидер объявил о проекте трехэтапного соглашения о прекращении огня. По его словам, Израиль выступил одним из инициаторов этого проекта. Кто-то считает, что такой проект действительно существует, и Израиль согласен на полный вывод войск с территории сектора Газа, на полное прекращение огня в рамках первого этапа этой сделки. Кто-то с другой стороны говорит о том, что Байдену объявление вот этого проекта, вот этого плана необходимо лишь в рамках его предвыборной кампании. Как считаете вы, действительно ли есть вот такой вариант трехэтапного соглашения о прекращении огня? И если да, то почему до сих пор не удалось о нем договориться? Мне кажется, все-таки это связано с внутренней повесткой Израиля. И то, что левые, правые радикалы давят на Белямин Атаниаку, это тоже один из факторов. Пингвир и часть израильского правительства, все равно они не хотят, чтобы эти переговоры были. Они хотят, чтобы была наземная операция, чтобы она продолжалась и была полностью ликвидирована, те ликвидированы группировки, которые находятся на территории секторы Газа. И они очень хорошо понимают, что другого выбора нет. И часть электората, которые являются радикалами, правыми радикалами, они тоже хотят, чтобы эта наземная операция продолжалась. Мы видим этот раскол между левыми и правыми, именно в целом в Израиле, в правительстве. И это, конечно, одна из самых главных проблем израильской политики. То есть этот раскол, это то, что нет единого решения по тому, чтобы решить этот конфликт. И, мне кажется, дальше будет сталаться уже и Хизбаллой в Ливане. То есть это все равно будет. Мы видим, что в каждом днем все больше и больше Хизбалла атакует территорию Израиля. И следующая война будет уже с Ливаном, будет Хизбаллой в Ливане. Это будет большая война, это будет непростая война для Израиля. Это будет не та война, которая сейчас ведется против Хамаса. Хизбалла, это группировка, которая не оружия, более современное оружие, что по сравнению с Хамасом, у них есть и влияние в Ливане. И это может быть уже опасным фактором для Израиля. Это уже полномасштабная война с Ливаном, долгая война с Хизбаллой в Ливане. Ну и могут и другие группировки тоже политические силы в Ливане поддержать Хизбаллу. Вот это мы тоже можем. Мы можем тоже это ожидать, в принципе. Поэтому у Израиля непростая задача, чтобы решить этот конфликт. Как и для международного сообщества, чтобы прекратилось убийство мирных жителей, это тоже как-то непростая задача. И за это все берет ответственность все международное сообщество. Дмитрий, коль скоро вы упомянули о Ливане, я знаю, что вы знакомы с этой страной не понаслышке. Вы говорите о том, что есть высокая вероятность новой большой войны между Израилем и Хизбаллой. Но с другой стороны, разве ливанское общество готово к такой войне? Даже члены Хизбаллы и сторонники Хизбаллы на фоне тяжелейшего экономического кризиса, на фоне того хаоса, по сути, в который погрузилась страна в последние годы из-за экономических проблем, из-за взрыва в порту в августе 2020 года и так далее и тому подобное. Вот насколько Хизбалла готова пойти на такой шаг, на полномасштабную войну с Израилем, учитывая, что, очевидно, такой вот широкой поддержки этой войны и желания воевать с Израилем сейчас нет в Ливане? С моей точки зрения, конечно, ливанцы не готовы на войну с Израилем. Это связано и с экономикой, и также и с политической нестабильностью в Ливане. То, что в Ливане даже не могут брать нового президента, решить проблемы с правительством, и в целом это все очень негативно влияет на страну. То есть, если будет война, прямое столкновение между Ливаном и Израилем, то это будет долгосрочная война, где тоже неравные силы Ливана, у Хизбаллы даже нет такой возможности, чтобы воевать против Израильской армии. Стороной Израильской армии может зайти на территорию Ливана, это будет долгая война, будут уличные бои, где в итоге ни к чему ни одна из сторон не придет. Поэтому да, к Избалле невыгодно, но мы видим, что пока что ситуация идет в эскалацию между Хизбаллой и Израильской армией. Состоянные атаки со стороны Кизбаллы по территории Израиля, это все означает одно, что они как бы понимают, что нужно реагировать на те или иные события, которые происходят на территории сектора ГАЗы, и нужно показать своим сторонникам, что они участвуют в этом конфликте, что они являются... и они поддерживают палестинцев, и поддерживают палестинское сопротивление. Это главная задача, потому что, как я и говорил в прошлом, что Хизбалла не существовало бы, если не было израильско-палестинского конфликта. Также и другие профси-проекты Ирана на территории Ближнего Востока. Это все связано с этим конфликтом, который нельзя решить простым путем, только если будет решение двух государств. И Израиль, и палестинское государство, и будет прекращено действие израильской армии на территории сектора ГАЗы. Будут какие-то переговоры, которые в рамках этих переговоров и палестинская сторона решит свои внутренние проблемы, и Израиль решит свои внутренние проблемы, тот раскол, который мы наблюдаем между левыми и правыми. И последний вопрос хочу вам задать, Дмитрий, в этой связи. Накануне израильская армия освободила четырех заложников из Хамасовского плена, освободила самостоятельно. Означает ли это, что руководство еврейского государства готовы идти до конца и уже даже не соглашаться на какие-то уступки, на переговоры, включая полный вывод своих войск с территории сектора ГАЗа? То есть Израиль будет освобождать своих заложников исключительно собственными силами? Я думаю, это будет зависеть так же и от тех протестов, которые происходят на территории Израиля. Потому что Израиль дал повод тоже теме этих заложников, которые находятся на территории сектора ГАЗа, в надежде, что заложники живы, то есть что их нужно освободить. И мне кажется, все-таки они теми больше и больше требователей Израильской стороны, чтобы они пошли на переговоры с Томасом. Потому что если дальше вы прожжете на темной операции, то нету гарантии того, что эти заложники будут живы. То есть так, мы скажем, сейчас проводили 4 заложников, 4 заложника, но это, да, это хороший повод для Израильской стороны, для израильской полиции показать, что есть какая-то эффективность на темной операции, но в целом это не означает, что не будет протестного движения, которое будет требовать пойти на переговоры. И это не означает, что в прошлом мы помним, как некоторые заложники погибли при операции израильской армии на территории сектора ГАЗа. Ну, тут каким-то образом эти заложники не были убиты, сохранили свою жизнь. Но это не означает, что если дальше будут операции продолжаться, остальные заложники будут живы. Поэтому это равно израильское общество, гражданское общество, будет, мне кажется, использовать все методы давления, и протестово движения, и требовать от израильского правительства, чтобы они пошли на переговоры с Хамасом и освободили заложники. Дмитрий, благодарю вас за очень ценные комментарии, как всегда, информативно, содержательно. Большое вам спасибо, всего самого доброго, хорошего вечера. О ситуации вокруг сектора ГАЗа мы говорили с политологом, специалистом по Ближнему Востоку Дмитрием Бридже. Перейдем к другим новостям. Республиканцы в Палате представителей Конгресса США намерены вынести на рассмотрение законопроект, который может позволить экс-президенту Дональду Трампу, в случае его победы на предстоящих выборах главы государства, прекратить некоторые судебные разбирательства в отношении него. Об этом сообщил американский портал «Эксиос». По словам его источников, помощники спикера Палаты представителей Майка Джонсона, это республиканец от штата Луизиана, в настоящее время проводят обсуждение с конгрессменами, чтобы обеспечить необходимую поддержку для принятия данного законопроекта. Он, по сведениям портала, будет предусматривать возможность для бывших президентов США переносить разбирательства по делам, которые их касаются, судов штатов, федеральные суды. Как констатируется в публикации, у действующего президента США есть полномочия помиловать человека, который был осужден в федеральном суде. Президент может помиловать и себя самого, однако он не может помиловать признанных виновными судами штатов, которые не входят в федеральную систему страны. Подробнее о ситуации вокруг Дональда Трампа я побеседовал с политологом, автором телеграм-канала об американской политике One Big Union Яном Беселовым. И первый вопрос, который я ему задал, касается того, насколько вообще реально конгрессменам продвинуть вот такой проект. Действительно ли республиканцы способны настоять на принятии соответствующего законопроекта? В общем и целом, каковы их шансы? Давайте послушаем. Ну, мне кажется, что эта мера такая скорее символическая, то есть партия просто пытается Трампа в этой ситуации поддержать и поэтому внесла этот законопроект, потому что даже если он будет принят в Палате представителей, через Сенат он, очевидно, не пройдет, потому что его сейчас контролируют демократы. Вот. Сама суть законопроекта в том, что если уголовное дело заведено на бывшего президента, то даются полномочия на то, чтобы это дело перенести из юрисдикции штата уже в федеральную юрисдикцию. Вот. Почему это важно? Потому что, ну, во-первых, федеральный Минюст, он как бы заведует видами федеральных дел, и хотя традиционно считается, что Минюст и генпрокурор, он немножко независимо от президента работает, то есть, грубо говоря, президент не может просто сказать к генпрокурору, мы вот против этого человека дело открываем, а против этого человека дело закрываем, допустим. Вот. Но теоретически, в принципе, президент это сделать может. Вот. Но это скорее такая неформальная традиция, что вот президенты поддерживают независимость Минюст. С другой стороны, есть вопрос помилования. Есть много споров на тему того, может ли президент сам себя помиловать. Одни говорят, что, ну, в принципе, вполне может, потому что в Конституции не указано, ну, конкретно, что вот именно президент не может помиловать себя. То есть, там достаточно общего сформулированы эти полномочия. Другие говорят, что, ну, конечно же, не может, потому что есть такой традиционный принцип, что никто не может быть судьей в собственном деле. Соответственно, тогда президент не может сам себя помиловать. Вот. Пока в истории США такого ни разу не было, поэтому мы не знаем, возможно ли это или невозможно. Суды никак это не комментировали. Вот. Но законопроект, да, направленный скорее на поддержку Трампа, чтобы, ну, показать, что партия все-таки как-то с ним, пытается как-то за него бороться. Но реальных шансов у законопроекта, конечно, нет. Я думаю, что даже некоторые республиканцы будут не готовы сейчас его поддержать. Еще один вопрос, который я задал Яну, касается политического будущего Дональда Трампа. Кто-то считает, что недавние судебные тяжбы сильно ударили по его рейтингу, и ему уже можно распрощаться с избирательной кампанией. Кто-то, напротив, считает, что это только прибавило ему рейтинга, сделало его эдаким мучеником, и, как сам говорит о себе Трамп, сделало его политическим заключенным. Давайте послушаем, что по этому поводу считает эксперт. Действительно, есть вот две такие полярные точки зрения, что, с одной стороны, Трампу это скорее в плюс. Он может говорить о том, что он жертва политических репрессий, зарабатывать на этом деньги в том числе, потому что сейчас идет активно сбор денег для избирательной кампании. И вот компания Трампа отчитывалась о том, что они за первые несколько дней после обвинительного приговора собрали десятки, а, по-моему, уже говорят даже о сотнях миллионов долларов, в основном со стороны таких, и мелких спонсоров, то есть обычных американцев, и со стороны крупных доноров, в том числе крупного бизнеса. То есть, да, это, конечно, играет ему в плюс. С другой стороны, есть вопрос общественного мнения. Если мы посмотрим на опросы, которые проводились примерно до вердикта и после, то мы видим, на самом деле, довольно небольшое смещение, где-то в 2-3% в пользу Байдена. То есть, с одной стороны, это немного, это где-то статистическая погрешность. Вот, с другой стороны, если результаты будут довольно близкие между двумя кандидатами, как было, допустим, в 2020 году, то этих 2-3% для Байдена будет вполне достаточно, то есть это позволит ему победить. У New York Times недавно был интересный опрос, потому что они разговаривали как раз с теми же людьми, то есть два опроса с одними и теми же респондентами провели. Вот, и там тоже такое смещение достаточно небольшое, где-то в 2-3%, но там примечательно, что сильнее всего смещение среди таких менее активных избирателей, которые меньше всего следят за новостями, то есть люди, которые чаще всего игнорируют выборы, такие регулярные, но чаще приходят на выборы президентские. Вот, и это, конечно, для Трампа тоже, скорее, такой негативный момент. Это была программа «В контексте». Меня зовут Руслан Сулейманов. Всего вам доброго и мирного неба над головой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова